Здесь несколько плакатов украинских, белорусских есть, узбекский плакат. То есть это как раз показывает то единение страны, которое существовало в то время. Этой страны уже нет как четверть века, а искусство ее живет, в том числе и искусство спортивного плаката. В Ульяновском педагогическом педагогическом университете на суд студентам и гостям вуза выставили плакаты, агитирующие за физкультуру, спорт и здоровый образ жизни. Очень привлекло то, что здесь изображены именно агитационные плакаты. То есть в начале выставки изображена агитация, агитация именно к спорту. И вот это вот поражает, потому что обычно как-то фотографии или что-то, ну такое, оно не привлекает внимания. А вот агитационные плакаты, да, они привлекают. Около 200 артефактов и все подлинники, а некоторым из них уже почти 90 лет. Их создали в эпоху, когда не было Windows и интернета, а они служили своеобразными окнами в светлое, здоровое и спортивное будущее жителей самой большой и самой многонациональной страны. Именно поэтому выставку назвали «Больше жизни». В некоторых очень интересная эстетика с художественной точки зрения. Их, например, некоторые создал знаменитый художник Дейнека. Некоторые любопытные с точки зрения лозунгов. Кстати, лозунги к некоторым писал поэт Демьян Бедный. Летящий лыжник и изящная гимнастка. Широкопречий штангист и меткий футболист. Стремительный велосипедист и мужественный боксер. На плакатах, что представлены на стенах Ульянского педагогического, есть и спартаковцы, и динамовцы. Часть из раритетов с призывами и лозунгами, другая часть не менее ценная. Что-то вроде афиш о событиях, которые стали вехами в истории спорта страны Советов. В нашей коллекции так, слегка, слегка, вот если взять, то тысяч пять разных плакатов уже есть. И при этом, и при этом мы далеко не все еще описали. Чуть больше 50 лет охватывает выставка «Большей жизни». Один из плакатов датирован концом 20-х годов прошлого века. Самый молодой написан в конце 80-х. И ни одного плаката века нынешнего. В настоящее время к плакату современные художники не относятся к виду искусства, ну, с той серьезностью, которую делали это несколько десятилетий назад. Но, тем не менее, можно попытаться собрать коллекцию современных плакатов. Это был бы интересный выбор для Государственного музея спорта, ну и, возможно, для Ульяновской области. Не исключено, что выставка современного спортивного плаката появится в филиале Государственного музея спорта России, который планируют создать в ближайшие годы в Ульяновской области. И выставка «Большей жизни» – один из первых шагов на пути к этому. Посетить ее можно совершенно бесплатно – до 1 апреля. Михаил Рассашанский. Новость Ульяновской правды. Новость Ульяновской области. 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 Продолжение следует...